Уйдем в свой рассказ, примем трансляцию из официальной племени, как каталогов. Давайте первое начнем с меня, это кимоно. Посмотрите, как оно смотрится. Его можно носить, как на пляж, под купальник. Точнее, оно будет на купальник. Понимаете, паника. Так, и просто по улицам ходить. Здесь можно надеть штаны, да? Здесь можно надеть штаны. Такое, это очень легкий, на самом деле. Я думаю, что вам понравится. Точно, как сейчас смотрим. Погнали дальше. Соня, покажи свою сумочку. Сегодня у меня вот такая сумочка. С пайетками. С пайетками, и можно вот так ее разукрашивать. Ага. То есть, любой цвет можно сделать, да? Класс. А еще покажи, подойдет вот так. А, у девчоночки взяли себе. Ага. Все, поехали дальше. Можно здесь, да? Здравствуйте. Так, ну у меня штаб. Мне очень понравилась. Она идет всем. Сумочка к ней. Сумочка, конечно, шикарная. Я ее видела в таких видео. По-моему, она как-то вот натуральная. Она даже пахнет натуральной. Классная. 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 Это шляпа, конечно, она шикарная. Ее можно вот так, ее можно вот так. Но, на самом деле, она хорошая. Идет она всем буквально. Главное по размеру. Давай. Ты видишь? Все? Да. Класс. Давай к темной еще пляжа. У нас продолжается этот пляжный коврик. Я в восторге от этого коврика, потому что он действительно, во-первых, это он легкий, если он попить, очень компактный. Если бы раньше носили с собой на пляж такие огромные одеялки и тальчили, потому что они мокрые, безумно тяжелые, то этот коврик полотенца, он прекрасно впитывает главу. Видите, как он классного размера. Вот если вот, я его сейчас поставила на пол, и он буквально вот мне скрывает носки. И самое главное, это уложить голову и полку на коврик, а ножки могут держать на песке и на камешках. И он очень мягкий и приятный. И, конечно, расцветка, обалденная расцветка. Так, мне понравился такой коврик, всем рекомендую. Так, мы еще вам не показали. А? Ну, просто мы снимаем. Уйдем. Так, дальше. Ой, Паня, давай, Сережка. Дальше, мы еще не показывали вам шарфики. Анюш, на тебе. Синий. Синий, а у меня оранжевый. Замечательно. Да, у них очень богатая расцветка, такие шарфы. В шарфу можно поступать самыми разными способами. Но можно завязывать, как быстрый топ сделать из этого платка. Как они, как раз делать. Ну, типа, да. Можно намотать на голову, можно повязать на шею. А можно еще, знаете, как сделать? Сейчас я вспомню одну. А, нет, это с платком только такое можно было сделать. Еще у нас появился очень интересный такой сафари, сафари Парео на лямочках, на бритариках. Тут есть фишка, как его правильно одеть, как это воспоминать. Сейчас мы легким движением руки держим, взять Парео, вот так растягиваем, делаем перекрестку, и мы его перед крестиками. Все одеваем, на плечи надеваем. По размеру, вот смотрите, мы многие спрашивают, на какой размер. Ну, небольшой однозначно. То есть, вот так мы тут все расправили. Сейчас, спасибо. Я мучился. То есть, видите, он небольшого размера. То есть, запас здесь. Какой? У меня 44-й мой размер. 44-й, то есть, он где-то 46, максимум 48. Да, он тянет, кстати. Ну, просто если он сильно обценится, будет уже некрасивее. Но сам себе, конечно, без подобного качества, очень красивый, такой нарядный. Загорелое тело. Да, все загорелое тело. Парни. К нему, вот по-моему, Виля, вот это и сделать. Вот еще. Да, да. Показывай. Вот. Это ожирение, она немножко запуталась. Я просто видела, как она сидит на девушке, вот с этим, с Парелло, да, или какого-то. Да, я не знаю. Я не буду распутывать, друзья, она запуталась. И еще есть, ну, короче, она вот так красива очень. И есть еще на ногу такая вещь. Она у нас... Вон, на ногу Соня у нас. А, Соня здесь покажет, да. Да, у Соня. Очень красиво смотрится. Валя, тебе вот этот шарф как-то сидит. Коды. А вы, смотрите, сейчас покажу. Если вы, например, шли замерзли, вы сумочки, вы ставите шарф. Делаете такую штуку, то есть накидываете сверху, берете руку, берете руку и завязываете вот тут вот маленькие такие узелочки. Это будет такая шикарная накидка. Черный плащ. Просто не будет падать. Будет очень удобно, согревающе. Спасибо, Лилия. Смотрите, как такое. Ну, то есть здесь регулируем уже какую-то по размеру. Все. Накидка готова. Здесь можно собрать. Круто? Затемлю. Да. Мне очень понравилось. То есть это вот с любым, или не платком, а шарфом можно сделать. Все, вот так и будешь ходить. Оп, и все. Классно. Так, все, спрашивали очень много вот про эту сумку, как регулируется ремень. Сейчас покажем. То есть вот сейчас у нас тут всего три у нас получается отверстия, куда мы можем переставлять. Если передвинуть на самую, как сказать, ближнюю, поставим на ближнюю, если мы вешаем на плечо, то вот все равно вот так. Можно как бы по максимуму распустить, наверное, и перекидывать через. То есть будет она по нижней. Интересно тоже, да. Кстати, мне понравилось сочетание цветов. Прям прикольное. Ну и внутри оно здорово сделано. Самое главное, кошелётик с бантиком. Такая прелесть. Это по джинсовую одежду вообще было. Да, и в джинсовую одежду, да. И очень удобно, что вы его затянули на кожелок. Все. И он же... Так, у нас уже девушка с проследаной на обед. Ротового модели. Смотрите, великолепно. Дана загорелая кожа. Мы еще не успели загореть. Да. Ну что? А еще у меня... Я испытываю очень большой восторг вот по поводу этой сумки. Хотя я не люблю большие сумки. В последнее время перешла. Чуть-то на маленький. Смотрите, как она удобно лежит под рукой. То есть вешеное плечо. Шикарное качество. Очень интересный дизайн. Вот это сочетание такой белой с золотом. Такой пока бронзой даже. Как она сделана. Молния. Тут вся перфорация шикарная. Тут пальма. И внутри очень просто удобно. То, что нет никаких лишних деталей, отсеков. Но есть специальный такой пристегивающийся кошелечек тканевый. В него положить можно всякую мелочевку. То есть на полне, чтобы не рыться в сумке. То есть сумки какие-то крупные вещи. А здесь всякая мелочь, что что-то там можно телефончик положить. Я испытываю прям восторг от этого всего. Тут эти рисунки прям шикарные. Так. И мы не показали очки. Очки, Таня, показывает. Очки. Вот. Очки замечательные. Немножко голубой цвет. Они сидят идеально, мне кажется, на каждом лице. Под каждую форму лица. Потому что я видела на многих людей. На многих людях. Вот. Поэтому, ребят, я советую. Они хорошие, они удобные. И закрывают полностью какое-то попадание солнечных лучей. Поэтому они классные. Они смотрятся отлично. Очень богатые бижутерии. Где-то показывали. Смотрите, как это красиво все переливается. Шикарные серьги. Браслет. Удобный из-за того, что у него здесь пружинка. На любой размер руки регулируется. Все фантастика какая-то красивая. Где-то есть еще ожерелье. Что-то я его не вижу. Оваливная шла. Оваливная шла. Так, что мы еще не показали. А, вот прикольная штука. Это серьги-трансформеры. Они как раз под эту сумочку с пайетками. Есть дополнительная такая вот насадка. То есть, почему трансформер? Потому что можно снять, например, ходить с одним гвоздиком. Сейчас я вам продемонстрирую. А, мои ногти. Смотрите, можно просто гвоздик. Золотой. Ушка. Все. То есть, ставили гвоздик. Красиво, прикольно. Захотели, просто повесили вот такие листики. Рядышком. То есть, мы вешаем листики. Секунду. Ловим. Конечно. Оп, поймала. То есть, повесили листики. У вас на ушке висят просто вот такие вот листики. А хотите, вешайте отдельно только вот такую вот всю с кристаллами насадочку. Смотрите, какое чудо. А можно все вместе сразу. И листик, и кристаллы, и эта золотая красивая штучка. Ну, класс, да? Тогда вас точно сороки утащат. Ага, сороки утащат. Не, не утащат. Это мне тоже понравилось. Прикольно. А, дед, покажи. Ага, Миша показывает мои стрекозки. Мне очень понравился этот набор. Просто балдежный. К нему есть ожерелье. Вот, еще раз показываю. Оно прям такое основательное. Если серьги... Ой, ткань очень нежненькая такая, сеточка, то это прям металл, такая пластина весомая. Тут залита красивой эмалью и ажурное крылышко сверху. Просто чудесно выглядит. Все показали? А, лаки. Очень вкусные, красивые лаки. Такая летняя как раз гамма. Вот эти особенные, эффектные. Оливковый, оранжевый, зеленый, все перламутровый, ярко-малиновый. И такой цвет бордо. Все это смачно. И что мне нравятся? Маленькие флакончики. Я посмотрю, сколько миллилитров здесь. Здесь всего лишь 5 миллилитров. Поэтому взяли, использовали, выкинули. Потому что у меня обычно лаки остаются. У меня надоедают. Это я люблю маленький формат во всем. Теперь вот мы все покажем. А, сумку. А, сумку. И вот сумка. Про нее многие засматривают. Сумка действительно аппетитная. В акварели это называется растяжка. Когда идет одного цвета, плавный переход перетекает в другой цвет. И здесь мы видим прям красиво от оранжевого в розовый, переходит в малиновый. Сумка легкая. Она хоть и объемная, большая, но по весу она прям такая легкая, не весомая. И очень удобно, потому что можно ручку там, можно даже ее вот так повесить. И есть отдельный ремень, который не снимается. Но его можно прятать в сумку вокруг или вешать вот так ремень на плечо. Здесь, кстати, еще плодочек висит. Он может быть как украшение для сумки. А можно также его снять и сделать как украшение для головы. Да, очень красиво. Да, это поржу. То есть мы вот так вот берем, берем, вот так вот сюда поднимаем. И сюда, на бок, на эту бок завязываем бантик. Не бантик. Ну, там, предварительную тикетку надо отместить, конечно. И такая фифи-мифи. Сейчас модно такие всякие ободочки, повязки. Почему нет? Как для разнообразия своего внешнего вида. И что у сумки внутри еще покажу. Что у нее вот такая застежка на магнитике прям быстрая. Раз, раз. То есть она все-таки не совсем закрытая. Есть место, куда дождику попасть. Поэтому с собой носите зонт. Ну, зато как удобно. Здесь отделение, здесь отделение. В середине карман на молнии. Смотрите, как классно. То есть здесь даже есть какое-то... А, ну да, как этот бант носить. И еще карман на молнии. И кармашки до мелочей. Ну, вообще, рай. Рай для сыщиков. Как что не спрятаешь в этом сумке? Ну, долго высыпать. И у нас все колечки есть. А вот, Лиля, пожалуйста, на твои пальчики. Как раз они будут красивые. Вот, у меня тут уже есть. Я сейчас слою... О, не могу снять. Ну, сейчас так покажу. То есть мы колечки одеваем на пальцы. Распределяем где-то как-то можно на разные фалаки. Где-то здесь один, один сюда спустить. То есть... Я попробую тебе поделать. Очень красиво. И к ним все сережечки. Вот такие не гвоздики, а именно серьги на дужке. Это все в кристаллах. То есть перекликается. Эта же тема такая... Как это? Зубчики, зубчики. Везде. Класс. Все, рекомендую. Помаду не доказывали? Нет. Да, помаду. Давайте буду открывать и подавать. Очень красиво. Помада. Ну, я записывала отдельное видео с помадами. Они шикарные по качеству. Мне кажется, на видео они показались немножко бледнее. На самом деле цвет очень насыщенный. То есть я вот тут вот проведу. Смотрите, как она. Легкое прикосновение. Сразу помада становится яркой. Это код 338-44. Следующая помада ярко-розовая. По названию не помню, но я вам скажу коды. Это 338-46. Следующий оттенок такой вот яркий. Вот этот мне очень понравился цвет. 338-45. Код его. Следующая по нарастающей идет 338-47. Вот это тоже шикарный. Такой богатый цвет. А вот это? А инжир. Это вообще бомба. Смотрите, какие прям фиолетовые губы. Но я знаю, что многие любят. Идет 338-48. Вот такая вот классная помада. Но по качеству она просто бомба. Несмотря на то, что помада в ценовом сегменте, она, я считаю, очень предоступная. Но при этом как она лежит шикарно на губах. Просто этот кайф полный. Она и увлажняет губы. Самое главное, она не растекается. Разбудное, красивое покрытие. То, что нам как раз нравится девочка. Все, пожалуй, все. Надеюсь, вам понравился наш обзор. Валь, все мы показали? Я даю вам сумку себе сам наполнил ее всякими штуками. Скажи мне, она очень много влезает. У меня кошелек PowerBand. Это неотъемная часть моей сумки. И телефон я только что выложила. Там же куча места осталась. Да, так что. Она такая хитрая сумочка. Очень красивая. Замечательно. Сумочка тоже такая. Ну что, девочки, давайте прощаться. Спасибо вам всем за внимание. Пока-пока. Вкусных вам покупочек. Соня, спасибо. Пока-пока. Это здоровский, да, конечно? Ну, это кому-кому.